Большая такая статуэтка, юный геолог. Это Полонский фарфоровый завод художественной керамики. Автор Щербина. Стоит такая статуэтка 2000 гривен. Вот, друзья, посмотрите, какие тачки в рамах. 200 гривен стоит одна картинка. Так, тут много керамики, много вот таких подсвечников, много таких рогачей. Вон даже кожаные сапожки. Мне кажется, в них когда-то танцевали, выступали. И вот еще подсвечники. Очень интересные, много керамики. Какое чудище. А куманцы почем ваши? По 400 гривен такие куманцы, они небольшого размера. Также тут есть вазы, пепельничка из керамики. Вот, смотрите, какие заварочные чайники. Черепаха. И еще одна какая-то таулитка-черепаха. Не знаю, стоят они 250 гривен. Вот роскошные подсвечники. На две свечи, на три. По 600 гривен такие подсвечники. В интернете, конечно, такие я видела. 1500 гривен, 1000. Вазочка стоит серая. 250 гривен. Невозможно оторвать глаза от этой керамики. Друзья, попалась мне такая чудо-статуэтка. Мальчик на велосипеде с девочкой. Кто знает, кто автор этой работы? Вот. Подскажите, очень любопытно. Стоит такая статуэтка. 900 гривен. Вон есть какие-то. Первый сорт, но нет клейма. То есть это какой-то новодел. Handmade. Авторская разработка. И вот такие статуэтки. Клеймо Коростынь. 500 гривен. Вот такая вот. Тоже клеймо Коростынь. Тоже 500 гривен. И вот это вот мадам с лопатой и картошкой. Подскажите, подделка это оригинал? И могут ли стоить такие статуэтки 500 гривен? Очень интересно. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Так. А что это у вас за колокольчик такой? Это Киев колокольчик. Ага. 93-й год, как по-моему, или 96-й. Похоже на 10-й. Очень красивый. Сколько такой стоит? 1000. 1000 гривен, да? Полностью керамический. Очень красивый. Крусная аромата. Первый раз вижу. По сериям. Так. А сколько стоит музыка? Это музыкальный инструмент, да? Да. Это бандура. 250. 250 гривен. Да. Целая полностью. Ага, ага. Класс. А лев? Лев-то Бонифаций. Из серии цирк. 100 гривен. 100 гривен. Кто-то собирает именно корзинки, делает себе елочку. Ага, именно корзинки. Да. Сколько ваши... Это все советские, правильно? Да, это все советские. По 100 гривен. Это дешевле. Это за 50. Что-то есть вазочки собирает. Вазочки или кувшинчики еще называют. Это тоже разные формы. Я себе видела желтенькие. Три формы есть разные. Очень красиво. Сколько такая стоит? Такой 100 гривен. 100 гривен. То есть кто-то вот собирает домики. То есть это же на елку обязательно надо вешать домик, чтобы был достаток. Да? Я даже не знала. Да, это по фэн-шу, то есть все говорят, проверить игрушки в этом году. Да, обязательно говорят, чтобы кобуну взрослся. Благополучие дом означает. И обязательно надо вешать домик, игрушку елочную. А вот чашечки Полтавский фарфоровый завод. А сколько чайная пара стоит? 100. Пара 100 гривен чайная. Сахарница 150. А чайник? 150. Тоже 150, да? Сливочник уже продан. А вот посмотрите на такой большой бокал. Стоит он 500 гривен. Такая вот ваза на ножке. Такой вот предмет этого. Вот от него коробка. Музычный Келых Царский. Украинский производитель сувениров. 500 грена. А на родном сайте стоит такая продукция 1200 гривен. Это Атта. Украинский производитель сувенирной продукции. А вот, смотрите, какая керамическая рыба. Очень интересная. Вот шкатулка. Довольно странный такой дизайн. Что он ей там рассказывает? Это чертик. Тут у продавца всегда много интересных статуэток. Встречаются оригинальные какие-то эксклюзивные вещи. Также у него винтажные уже такие советские елочные игрушки. Они все в такой одной цветовой гамме. Золото, серебро. 150 гривен одна штучка стоит. Вот поближе покажу статуэтки. Красная шапочка. Какие-то хатынки. В единичном экземпляре. А вот, друзья, вижу статуэтку регулировщица. Подскажите, кто знает, оригинал это или копия? Потому что тут Киев. Дел ее, наверное, также еще и коростынь. Кто знает, подскажите. Вот, смотрите, какая роскошная статуэтка. Царевна-лебедь. Автор Оксана Жднекруп. Это 60-е годы. А вот у продавца целый стол с ножами. Они сами изготавливают. Такой вот нож-лопата стоит 3,5 тысячи гривен. По одному не совпадает, можно уже бороться. Разные-разные ножи. По одному не совпадает, уже можно бороться. А сколько такой стоит? Так, конечно, набирают. Ну, вот в плане того, что могут забрать, потому что он красиво сделан. Так ничего не будет, но забрать могут. Больше от того, что заберут просто. Тут же немножко полет мыслей. Тут, короче, риск. А такие почем? По тысячи. По гривен. По гривен. По доллару. По гривен. По гривен. По гривен. По гривен. По гривен. Кто коллекционирует. Очень интересные миниатюрки такие. Декоративная кружка ЛФЗ. А кружка ваша почем? И 500 гривен. И 500 гривен? И 500 гривен? Да, да, ты чем такой. Я понял. Вот такой вот синий петушок 600 гривен стоит. И желтая уточка Германия Гобель тоже 600 гривен. У продавца было 100 таких разных фигурок. Вот осталось три штучки. Пес-патрон. Стоимость одной 400 гривен. Вот музыкальная фарфоровая статуэтка. Такая девочка-балерина. Стоит она 100 гривен. У нее клееная ручка. Людечка по 30 гривен. А почем миниатюрки и игрушки ваши? 50 гривен эти фигурки по 80, а остальные по 50. Друзья, подхожу к столику с очень интересными вещами. Смотрите, какой чайник. Кобальт позолота. А вот, друзья, какая чайная пара. Первый раз встречаю в таком окрасе. 350 гривен. Это клеймо полонная. Такая чашка-гигант и блюдце. Впервые вижу такую. Видела красное, зеленое. Мальва. О чем такие салфеточки? Это с вышивкой, да? По 100 гривен. По 100 гривен. Очень красиво. А такая тарелка. Керамик. 15 тысяч. Роскошь. А вот эта чуть другое. Это тоже львовская керамика. Сколько стоит такая? Сколько стоит? 9 с половиной тысяч. На этом столе у продавца немного молочников, вазы, стеклянные фигурки, зайка, кролик, котик, статуэтка «Танцующие дети». Очень красивая. Киевские щербины. Киевские щербины, форма щербины. Лебедь. Три брата. Крышка снимается, да? Угу. Все. Сколько стоит такой? 1200, что ли? 1200. Это каталожный, это наш киевский завод. Фарфоровый? Нет. Художественная стекла. Уже нет в живых этого завода. Видите, очень красивая травировка. Тяжелый довольно-таки. И почем стаканы? Свет очень хороший. Бокалы? Ну, были по 700, сейчас по 500. А кружка такая сколько стоит? Казак без коня. Круглая сирота. А, 300 гривен. А такая шкатулочка? Цена 300 гривен. 1000 гривен. А сколько такой подсвечник стоит? 1200, это есть. Белый подсвечник стоит 400 гривен. Почем, такие тарелки у вас? Какие по 300 гривен. Или Рой-Бог? А глубокая? А глубокая? 200. Точно такие же тарелочки, как у Самвэла. Деревянная статуэтка на брусьях. Стоит 1500 гривен. Разные тут статуэтки. Смотрите, какая фрау с пивными кружками. Вырезанная из дерева. А вот, друзья, смотрите, какой клоун мне попался. Довольно крупная фигурка. МФ Маофа. Это какой-то европейский производитель. Цена 350 гривен. Кто собирает клоуном. Смотрите, какая замечательная статуэтка. Сейчас возьму поближе ее. Старая Германия. Такой мальчик на лошадке. Там котик сзади. Посмотрите на эти тапочки. Это Хертвик. Очень милая статуэтка. Стоит такая 500 гривен. Довольно нечасто тут встречаются. Просто прелесть. Шкатулка. Довольно такая современная. Открывается. Небольшого размера. Цена 2 миллиона. На самом деле цена у нее 350 гривен. Цветной хрусталь 70. Это полурочная нарезка. Кобальтовый хрусталь. Цена 8 тысяч. Это штука или пара? Штука. Штука. А вторая? И вторая точно так. А это нахман? Это нахман. Нахман? Да, и бокалы нахманы. Сразу. За все 9 штук. 8 тысяч. Цветные, я поняла. Кто-то ножка. Цена договорная. Это 8, а этого я не раз слышу. Тоже 8. Бокалы. Роскошные вещи. Спасибо. Новинки у продавца. Вот такая вот огромная чаша. Стоит 2000 гривен. Это Германия. Хочешь как блюдо для замешивания, хочешь ваза для цветов. Так, такие вот емкости для хранения 400 гривен. 550 бергов стоит чаши для замешивания. Вот такие вот новинки. Все новое в идеальном состоянии. Вот, друзья, смотрите, какая статуэтка у меня попалась. ЛФЗ и стоит такая 400 гривен. Как думаете, это оригинал? Нет, мой пройдет. Нет, мой пройдет. Продолжение следует...